С советами он должен быть в комиссии, как подъявляться. Вернулась. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д mediaTorzok Ди 알고ся по-наш 해왔ву Д Boardhold S DimaTorzok ДimaTorzok Дигаботbalanced Научную стажировку в рамках образовательной программы докторантуры с 1 октября 2019 года по 31 октября 2019 года проходила стажировку научную в НГУ имени Ломоносова Российская Федерация. С 20 января 2021 года по 5 марта 2021 года прошла научную стажировку на базе Европейского гуманитарного института города Вильнюс-Литва. Представленный материал соответствует правилам присуждения степеней утвержденной приказа министра образования науки Республики Казахстан. Нурлумбаева Лязяфьерлановна допущена к защите на соискание степени доктора философии Тиачки. Спасибо. Спасибо, Нурлумбаевна. Есть вопросы по документам соискателей? Нет, да? Если нет, тогда для оглашения основного содержания и дисциплинационной работы слово предоставляется доставщиком Руллумбаева Лязяфьерлановна. Спасибо, Нурлумбаевна. Введение приказов о производстве в головный процесс обусловлено практической необходимостью реализации основных проектов развития головного средства производства. Поэтому управляются сертифических программных документов в своем месте. Мы уже всем исследовали, совместно с нашими научными сансистентами, вполне не просто так, но и в 2018 году, в январе месяце, был учитель в случае космопроизводства. И в сентябре месяце мы выбрали эту тему, когда, как в 9 месяцев, она сильно использовалась. Однако на различных метеородных площадках, конференциях и других мероприятиях, публикациях, практиках возникали вопросы касательно эффективности применения данного института и в целом его убедения. Это, конечно, вдохновило нас на то, чтобы мы начали проводить научные поиски по данной тематике. Этот институт нам был исследован в Германии и в Германии, и мы начали отвечать на свои работы, сколько было эффективнее данная института. Справедливо было бы отметить, что это первая института на данную тему, то есть до этого в рамках медиастерской диссертации она была исследована, однако на цели доктора философии PHD подобных исследований не было. В работе, естественно, логически понятно, почему проблема дифференциации поднятой уголовно-профессиональной формы пострековала практика вопроса и рецепции зарублежного закладательства, но хотелось бы отметить, что именно про института приказного производства. Вот это я, если коротко, обоснованно преимущество и обоснование актуальности в целом исследовании. Целью диссертационного исследования является формулирование теоретических нуждов закладательных предложений и практических рекомендаций, направленных на улучшение уголовно-профессионального регулирования оснований и условий порядка и профессионального подведения предпринимателей по уголовным делам. Так как данный институт был введен необходимостью именно практической, в этой связи как бы у нас все предложения, в том числе, затрагиваются и ориентированы для практиков, для ухода в данные институты. Преимущественная работа также, на наш взгляд, является ее практикой ориентированности и защиты прав и законных интересов субъектов правонарушения, методологии и исследования были проведены из-за ревьютиных судей, прокуроров, исследований, в частности, субъектов и системной анализы от зарубежного факультета. Хочу отметить, что в субъекте это происходило все в периоды кандемии и кандемии, кандемии, кандемии и кандемии. На физическую основу исследования составили материалы в Казахстанской судебной практике по уголовным делам, рассмотренном в порядке приказного производства. Было специально разработанное анкете, вы можете с ней ознакомиться, приложение диссертации. Изучены материалы 97 уголовных дел в районах государственной Алматы и Семе, составили более 10% от генеральных совопытных субъектов ежегодно рассматривать данные категории дел за период 2018 по 2020 годы. Многие предложения также были включены в проекты законов и нормативные правовые акты, которые были приняты на протяжении этих 15 лет, отчего не подтверждающие документы в виде акта оцветления и государственных законодательских правов и данных средств и национальных юристов. И также, как вам интересно, в этом году начинается работа поднимателей к уголовному кодексе, к уголовному кодексе, к уголовному кодексе, и им принимали также профессиональные участия. Одним из направлений развития уголовного процесса является упрощение процедур в период организации процедуры от принятия статусного решения. В данном контексте, если данные изделия, является одним из максимальных процедур в кодексе, к уголовному кодексе, к уголовному кодексе, к уголовному кодексе. Это очень важная опасность и эффективная защита прав и законных интересов для этого правом нарушения. То есть, это вот начало того, что вопрос о референции цифровой и процедурной форме, который является, скажем так, одним из следов, что они посматривали своими исследованиями, и проводили анализ. Проведенный анализ на соответствии основным воплогающим принципам уголовного производства позволил прийти к выглядит, что в результате принятия их основных производств он затрагивается к инсаку доступа к правосуде, классности судебного разбирательства, устности, осуществлении справедливого процесса, непосредственности и очности процесса права быть выслушен в суде. Однако анализ казахстанского и зарубежного законодательства позволил привести к выводу, что адекватно усиливение гарантии в суде как правонарушений позволит рационально для последних обеспечить доступ к своему времену разбирательства. Почему? Потому что ипрощенное производство, и в том числе ипрощенное производство, они фидопроцедуры конверт. Путем цели процессуальной экономии эти процедуры, статей по сроке этих процедур изменяются и так далее. И, естественно, вопрос о защите прав к себе. В работе обосновывается следующее предложение. Необходимость возъяснения подозреваемого особенностей рассмотрения уголовного дела в приказном порядке правовых последствий применения института адвокатам и органам. То есть данное предложение согласовано при анализе уголовных дел. Все потому, что ознакомление с правилами рассмотрения уголовного дела в приказном порядке есть органам, осуществляющим государственное производство. Однако, допустим, даже если участвуют адвокаты, и это нет. Мы считаем, что если адвокат также ознакомливался с правыми последствиями применения института, основаниями, то это также благоприятно бы сказывалось именно в 20 лет. Возможность перехода с приказного производства на ординарные стадии рассмотрения дела в суде. Сейчас данной возможности нет. Это предложение у нас было выведено из анализа заудовательного законодательства. Уже судья непосредственно получат материалы правонарушения дела, рассмотрения сайта лидерного законодательства, в артинарном порядке его провести. Закрепить более гибкие условия исполнения наказаний субъектом правонарушения. Одной из причин непопулярности данного института по мнению некоторых судей и сотрудников правоохранительных органов является неисполнение наказаний. Все нам знакомы о том, что в правоохранительных условиях, в правоохранительных системе есть определенные необходимые заселения правонарушения. В этой связи как бы неисполнение наказания в виде неоплаты штрафа с объектом, это тоже одна из проблем. И стала основательной инициативой исключения данного института, так как определенный анализ самой природы. В принципе, я аналогично объясню, как за рубежом, в связи с тем, что нам необходимо есть еще законодатель, чтобы данный институт в полном мере действительно эффективен и полезен. Уголовная процессорная форма разведена на особый и артинарный производство. Мы с ним вводим, скажем так, свое предложение по депутатам. Продолжение следует... 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 крайних уголовных ответственностей в рамках уголовного производства, нужен основанием для запретов на что будет именение данного вида целевательного производства. Данная мера уже не правильна для того, чтобы ушествечение, то есть, добропорядочные, те, кто послушает граждане, и, то есть, также быть платные и те, кто и не сидит. Всем большое спасибо за внимание, я готова ответить на этот вопрос. Спасибо большое. У меня вот пару вопросов вам есть. Первый вопрос, у вас положение три, вы говорите про то, что в действии сандартного производства создаются под посылкой манипуляции, показателями и коррупционных рисков манипуляции, которые обусловлены переходом в режим приказного. Можете, вот этот вывод, на чем у вас основывается, у вас есть какие-то конкретные данные, или вы можете какие-то прийти доводы, что именно вот практика показывает о том, что есть манипуляции, или это просто теоретическое ваше значение. Большое спасибо за вопрос. Пишите, я вам пишу, что есть практика. То есть, лицо было задержано в аэропорту и с аэропортическими средствами, да, скажем так. И следствие проводилось в течение двух месяцев. И на последней стадии, то есть, проведены были все меры, для того, чтобы открыть СО, да, чтобы собрать все доказательства. То есть, в течение всех этих двух месяцев она никак не признавала, не соглашалась с людьми, а в жизни нет. Но на последнем, как бы, этапе почему-то выбрали приказное производство. Просто цели приказного производства — это эффект в процессуальной экономии. По факту, фактически, да, в процессуальной экономии никакой не было, но при этом приказного производства все равно спустя два месяца был применен. Это, естественно, какой-то, как бы, мы, скажем так, прогнозируем, что это, возможно, повлечет массы в порядок применения приказного производства. И, естественно, необходимо более структуру какие-то рамки эти законодательства. То есть, если вы считаете, то есть, практика, это проводить более хорошие условия, то можно и включить. Вариант. Ну, да. В совокупности, естественно. Просто так нельзя закрыть сроки экспертизы, потому что у них тоже есть определенные причины для того, чтобы проводить такие сроки экспертизы. Это необходимо подходить данные просто в комплекс. Хорошо. Следующий вопрос. Вот вы переводите рекомендацию комитета министра Совета Европы, да? Вот в связи с чем вы переводите рекомендации? Мы же не являемся членами Совета Европы. Для чего вы, как можно, по тексту можно посмотреть, подумать, что они рекомендуют нам Казахстану или там, как ООН рекомендует, например, мы являемся членами. Вот, в связи с чем, ну, это такое. Спасибо большое, да. Спасибо, очень интересно, и база. На самом деле, предказанное производство нам, скажем так, было диспетировано, да, наоборот, что это качество. Если посмотреть на тенденцию развития уголовного и законодательства по всему миру, то мы идем к экоглобализации унификации. С чего это нам нужно для того, чтобы, ну, там, различные эти основания, да, это инвестиционная привлекательность, развитие, взрослые экономики, да, в ближнем партнерство и прочее. Поэтому, учитывая то, что это зарубежные институты, которые к нам будут введены, естественно, общие тенденции и подходы, допустим, к зарубежным институтам, должны быть на наш взгляд. Хорошо. То есть вы как более считаете, что вот эти рекомендации, они, значит, несмотря на географическую тамоограниченность, но, тем не менее, на передовую, там, необходимая ситуация, да. Потому что те страны, которые в публично-какологическом институте, они, как бы, ориентируются, и с учетом этого вообще разрабатывали деятельность. И вот, что мы положили, вы сейчас объясняли. Вот, вы хотите дополнительно родили судье, да, с правом принято решение, и именно с приказного, почему-то снова на обычный, да, ординарный, и это считаете профессиональной экономией? Смотрите, здесь мы исходим уже из позиции самого субъекта. Потому что если, допустим, судья при анализе материалов дела приходит к нему, что ему необходимо еще выяснить какие-то делательные обстоятельства, либо вызвать самого судьи. Мы же еще предлагаем, чтобы во время досудебной стадии личные характеристики был, и возможность его оплаты штрафа и прочие какие-то моменты, и, возможно, не выждивенцы, да, на содержании. Вот если возникают какие-то сомнения, чтобы он перешел именно на обычное производство. Сейчас это урегулировано так, что он должен вернуть этот право и в досудебное стадии. А здесь он мог бы запрещать все это производство, но на судебной стадии профессиональной экономии все в тюрьме. Спасибо. Какие вопросы еще будут? Пожалуйста, Владимир Владимирович. Уважаемая Лезетка Ирлана, я тоже познакомилась с вашей работой. Вот по роду, по своим функциональным обязанностям в диссертационном совете мне все-таки пришлось столкнуться с учеными, которые работают в этой области. И один из них, мало кто писал, да, по приказовому производству, один из них — аптекан. Вот я посмотрела списки использовательных источников, только на один его труд ссылались. Это «Проблемы приказного производства». В 2020 году он писал, но когда смотрели его список работ, у него что-то не было, кажется, за последний год. Но вот скажите мне, использовали вы какие его предложения и что вы использовали в своей работе? Это первый вопрос, да. А второй вопрос касательно первого положения. Вы там говорите, классификацию даете, да, приказного производства, можно рассматривать в общем и целератном порядке, да. Ну, по поводу этого вот говорила, я вот тоже посмотрела, готовясь к этому заседанию, тоже посмотрела. «Параграф информационной системы». Там есть отдельная статья, которая судьи суда номер два города Кустана и Кузнецово, она тоже новый институт уголовного процесса, она также говорит об этой же классификации по целерантному производству, только не как вы их постремительной переводите, а она считает, что это быстрое производство. А вот как вы это обоснуете, чем отличие вашего предложения от предложения, которое было уже ранее в статье судей и других статей? Вот Арсан Афеевич, я тоже видела статью. Прочтение, она приговаривали 10 назад. И эту идею приговаривали 10 назад. Ну, вы же как предложение, это как положение, да. Ну, она сейчас ответит, да. И третий вопрос. Приказное производство, насколько я поняла вообще, оно с 2000, в ИПК с 2017 года, да, с 2018 года, это новый институт, да, как он был реализован на практике. И вот в гражданском процессуальном кодексе, да, тоже такой есть институт, приказное производство. Проводили ли вы сравнительный анализ, и какие отличия, видите, исследовали ли вообще в этот вопрос, то есть как-то они корреспондируют между собой, эти два института. Такие вопросы. Спасибо. Да, действительно, мы изучали именно публикации судей, и в этой части мы поднимали именно рассматривание таблины, которые они спасли. Первое, это неоплата штрафа, из-за чего как бы страдает статистика. Также они говорили о том, что вот несколько поступило в публикации, о том, что проблема того, что правоприменители неверно используют, и не знают даже, как, в каких случаях, какие основания могут быть. То есть сейчас мы, когда материалы изучали, там было только две статьи, когда они встретили, а не встретили. И там это преобнаружение артических веществ. Это по статье Кузнецовой или Абдиканов? Нет, это в целом. Это мы сами были внести, чтобы рассматривать. То есть в этой части, скорее как, мы предложения старались не застать наступания, но именно с проблемой нас все говорили, потому что так как исследований было мало по данной тематике, мы решили пойти как бы своим путем в этой части. А второму вопросу, да, понятие целерантное производство, вообще оно используется уже давно и упоминается казахстанскими учеными. То есть в работе мы также ссылаемся на предыдущие работы, примерно так же, как мы проводим дисциплины, так что провели с этим моментом, это рассказывается на моментальные исследования по данной теме. Но это, в принципе, этот термин, он уже давно-давно был в виде процесс, поэтому то, что есть целерантные производства и ординарные, то есть это не есть новизна нашей работы. Наша новизна заключается в том, что целерантное мы внутри деле как надо среблить и сувереннее ставить. Мы рассматриваем в нашей работе как надо среблить производство. И целерантное приморство. То есть первое положение с этим связано? Да, с этим связано. И какие именно производства относятся к целерантным. Здесь у нас есть небольшие проблемы. То есть у нас есть склоренные, сокращенные производства, сокращенные производства. И вот вместо этого, сейчас, кстати, это тоже обсуждается, поэтому с фотохолиумом, склоренные производства сейчас законопроект где-то то, что не хотят объединить. Поэтому, в принципе, в целом, медленнее всегда мы ведем в том, что унификация. Да, да, да. Но это облегчить правоприменительный факт. Да, это прежде всего, вот насколько вот анализирование проводили и рассматривали вопросы дифференциации уколомно-процессуальной формы и различных видов производства. То есть у нас следователи и дозаватели по конкретной линейке закреплены. Если спрашивать их что-то любое, как бы у них уже разметает следение, не начинаешь себя переподнять, то есть, что ответственно к этому подходит. Но вместе с тем, как бы, есть небольшие трудности в некоторых из них. Перейдя к третьему вопросу, да, мы приходим к заключению в диссертационной работе о том, что, в принципе, институт приказного производства для вообще казахстанского права уменилов. И целый, как бы, раздел у нас посвящён, получается, сравнительному правовому анализу между институтом, которым он в гражданском процессе управления и в ГУР. Если говорить о торгах, то там говорится о том, что это все-таки у них судебный приказ, в общем-то, вот, первым, сразу сила, как бы, у него исполнительного листа, то есть отдельно использованный производство, им необходимость проводить, то есть это упрощение. И из-за общего, да, в суд не вызываются стороны, что я принимаю это, думаешь, решение, потому что, как бы, одним из оснований является бесспорность материала в делах. То есть это должно быть либо решение по нотариально заверенной сделке, то есть то, что подтверждаете именно прямой листой, да, документом материала. Так что, на коем-то было интересно сейчас. Последняя, где у вас четыре страницы, где у вас? Там только анализ. Мы не стали поглубляться, потому что мы не свидетельствуем в гражданском процессе. Мы просто, я в целом, проанализировали именно законодательство, несколько работ ученых по данной теме, по приказам о производстве, и как бы, и уже в цитате, и судебный анализ. И не будет. Спасибо. Это, Нургульберговна, просила нас. Затерлана, у меня к вам такой вопрос. Вы в своей работе предлагаете, да, при расследовании уголовных дел, в приказном порядке законодательно обязать органы судебной экспертизы, да, чтобы они проводили исследования более краткие сроки, да, 10 дней. Вот вы вообще, как вы это сами представляете? Тем более вы дали указывать, указывать, что эксперты и так загружены. Действительно, это, наверное, одна из таких идей, которые у нас возникли. Но при этом мы считаем, что необходимо будет исследовать вообще порядок проведения экспертизы. Сроки, потому что это одна из, в принципе, для, в принципе, сроки экспертизы. Это было сложно даже под какие-то подходы именно к внутренней организации к этой экспертизе, потому что, когда мы были по рабочим поездкам за рубежом, у них есть именно такие вот наиболее частые направления, да, допустим, это фактические общества, еще такое, наверное, да. Да, они в жаркие сроки, и у них штат, они в жарких экспертах немного иначе, чтобы оптимизировать эти процессы. То есть мы считаем, что это целая большая работа, конечно, нужна. Просто как сроки с аккредит, это не решит, кого я думаю. Хорошо, Маратал Ангурченко, вы хотите, да? Я взят Ирланды. Я бы хотел задать такой вопрос. Мы прослушали положительные аспекты. Нужно нам приказное производство, неплохо вы это обосновали. А вот меня интересует, а есть ли какие-то, все-таки, некоторые отрицательные, скажем, аспекты приказного производства? Не для рисков, скажем, что какой-то человек или подсудимый, обвиняемый, используя рубитерное производство, допустим, уходит специально в зону, для того, чтобы избежать более сурового рассыпления, которое он совершил на фонду. Или, допустим, человек может быть осужден, предположим, он не должен быть осужденным, он не совершал этого, или только по-косвенно совершал, а его все-таки осудили. Есть какие-то риски, нет? А если есть, то как можно эти риски устранять, чтобы они не повторялись, и чтобы как-то дальше развивались. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Один из главных рисков – это, естественно, обеспечение гарантии правды свободы в суде и правовом учреждении. Мы осматривали это в этом педе, поэтому все наши предложения были направлены именно в выработку, не только со стороны, а в том числе упрощение и профессиональной экономии органов, осуществляющих досудебных, да и с вводством. Да, действительно, есть определенные риски, но больше не с этим связаны, а связаны с тем, что, допустим, субъект, совершивший правонарушение, вот в Европе в том числе, есть большая вероятность, что это судебное, скажем так, рассмотрение, производство, вот это просто время, он затягивается на очень продолжительное количество времени. В принципе, мы даже просто этот недостаток рассматриваем как плюс. Есть определенные мнения ученых, которые говорят, что чем, скажем так, меньше времени затрачивается на рассмотрение определенного полного материала, там меньше вероятность совершения профессиональных ошибок для права клиента. То есть, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, сцедаясь, как бы, эти правы, эти принципы, вот это, как бы, вот это вот возвращение обратно, или рассмотрение на рассмотрение на рассмотрение в цитозном порядке, это все вот издравленные сцедии. и сейчас, да, это не то, что это сильнее было бы, если бы мы принимали все эти предпочтения и вообще происходили в цитозном порядке, потому что в Германии, вот, как выяснилось, в Германии привлечено в цитозном порядке, да, еще, но там вот эти вот, скажем так, нормы рассмотрения в ординарных порядках и далее, они уже тогда были, мы считаем, что рецепция была в принципе, нахер. Боюсь, какие вопросы? Эльзат Ирлана, у меня такой вопрос к вам. Вот в положении номер два в качестве признака целерантного производства указана простота установления обстоятельств. Вот у меня вопрос с чем связан? Может ли критерием выступать показатель оценивающего характера? Вот приведу вам такой пример, то есть вот для одного следователя дело, так сказать, очевидное, да, вот простое, процесс доказывания не составляет особых трудностей, да, для другого следователя плохого, плохо учился, там, и так далее, не может провести качественный расслед, для него сложное, да, то есть по факту, что это будет являться основанием, так сказать, приказного производства, и вот вообще вот у вас используется термин несложное доказание, вот в конце второго положения даете вот этот момент, да? Некий субъективизм есть. Субъективизм, да, вот как вы к этому, с этой точки зрения подходите? У нас везде есть понятия, которые стоят на, скажем так, в прикольном камне, да, малинистрацией специалиста, осуществляющего досудебное производство. Ну, допустим, прослета, на чем еще может быть основание применения субъективного производства? Нам нужно, там, качественные предложения, которые не вошли в положение на защиту, это разъяснительная работа субъективного субъективного судебного производства, то есть ясность. Привнести в их сознание ясность, когда они могут применять англосу. И, в принципе, разъяснить лодуль в том, что он в целом кодусе и субъективный случай. Вот это, думаю, было бы, и походу. И я не считаю, что это должно быть только приказовый производство. В целом, как я говорила, правила делятся по определенным линейкам расследований. И здесь было бы хорошо проводить постоянные повышения гимнафикации субъективного. Поэтому касательно низ, допустим, низкой ситуации знаний или рассмотрений, ну, думаю, это одна из больших проблем. Но вот проставшая ясность, она обусловлена именно материалами дела, которые будут и основаниями применения. Ну, иногда бывают же ситуации, когда вот вроде бы легкое очевидное дело по факту там вновь открывшихся обстоятельств по делу становится не таким простым, как кажется. Марат Алденгорич пример привел, желает избежать наказания вследствие совершения какого-то более тяжкого преступления. И что говорить о множественности в данном вопросе? Вариативность поведения на субъектах. Там, знаете, у нас есть хороший опыт в Евгении в Шицарии. У них есть основания в пользу субъекта и не в пользу, когда дело подлежит по-другому рассмотрению в партинальном порядке. Здесь, конечно, не могу обратиться к нему именно в контексте приказного производства. Если, допустим, не те в пользу осужденного, это когда, допустим, появляются новые обстоятельства. Также не в пользу, например, это если аутредставил доказательства или, допустим, свидетельские показания. Это тоже хороший был бы инструмент для того, чтобы купить из-за себя. Что есть? Если можно, Лиза Филипп Иванова. У меня вопрос касательно пятого положения. В качестве стимулирования ускоренного уплаты штрафа предпочтительно носить его размер до 50%. По административным делам, да, это понятно. А вот по уголовным делам не нарушат ли это баланс между общественной опасностью и ущербом и оказанием? Как вы считаете, приемлемо ли это по уголовным делам? Спасибо. Мы тоже об этом думаем. Во-первых, приказа производства и большой тяжести преступков. И в принципе лицо полностью осознает и соглашается с людьми обвинениями. Если бы не какой-то согласный преступник, скажем так, институт и прочее. Такие моменты должны пояснять законопослушное поведение граждан. То есть уже старайтесь в направлении необходимо переходить. На институт оплата штрафа и сурри от колеса и господин и прочее. Она не новая. У нас изучали люди, где были платы или среди драться. Поэтому думаю, что нет. Особенно если анализировать составы права логики и права на производстве производства требуют что на эффект 300 рублей. 300 пожалуйста. Пожалуйста. Доктор Тэр. Спасибо. Меня интересует все-таки насколько вы согласны. Уголовный процесс. Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста. В принципе об этом понимали вопрос. Это одна из самых больших проблем была, которую мы рассматриваем. Наши рециденты это было первое, что они обращали внимание. Скажем так, если мы хотим чтобы действительно серьезные права нарушения у нас в стране исследовались, в должном порядке, без защиты права сражения, то нам необходимо в этой части как и экономить время нарушениях совершается не опасно. Но именно проводить это производство таким образом, чтобы защищать себя от права нарушениях, чтобы из-за кровавания нарушениях. Вообще почему? И в целом до этого момента я взял предприятие. конечно есть принципы вот мы говорили в классе всегда участие в поседании учреждениях. Они да, они я бы даже не сказала что очень нравится да, в том мире это очень милый для субъекта права нарушениях. Но при этом если мы построим замыкли механизмы вообще сам процесс что-то произошло на досудебной и судебной стадии как бы на исторических компенсациях и обеспечиваются. Спасибо. Анна Александровна по-моему хочет задать вопрос. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну во-первых по третьему положению на защиту я бы хотела поддержать Лизат Ерлановну. Пожалуйста. Слышно меня, да? Слышно. Вот смотрите третье положение на защиту Лизата Ерлановна я вас абсолютно поддерживаю по поводу коррупционных рисков при назначении производства судебных экспертиз но скорее всего немножко хочу поддерживая вас скорее всего вы имели ввиду что необходимо внести изменения в закон судебно-экспертной деятельности и в инструкцию по производству судебных экспертиз для того чтобы определить сокращение вот этих сроков производства экспертиз по делам по приказному производству. Мой вопрос заключается в следующем вот именно опять же возвращаясь к пятому положению на защиту закрепить закон и право подозреваемого на подачу до направления уголовного дела в суд ходатайства об отсрочке исполнения наказания в виде штрафа либо возможности оплаты штрафа частями в течение определенного периода я бы хотела здесь услышать ваше разъяснение именно с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан а также принципов уголовного процесса ну допустим той же презумпции невиновности да вот пожалуйста поясните вот этот момент именно до того как направляет дело в суд мы просим отсрочку спасибо большое за вопрос так я векно поняла да на досудебной сайте расследования как гарантируются принципы да учитывая наше предложение данное в этом разделе да как ваше предложение о подаче до направления уголовного дела в суд ходатайства об отсрочке исполнения наказания то есть еще наказание не назначено а вы уже просите отсрочку исполнения этого наказания то есть как это коррелирует с принципами уголовного процесса спасибо вам большое за вопрос здесь видите у нас есть одно из оснований применения суперприказного производства это согласие с выдвинутым обвинением и также с суммой ущерба которая была то есть в принципе субъект не то что признает свою вину он соглашается с выдвинутым обвинением возможно есть разные причины допустим в некоторых источниках говорится о том что субъект правонарушения он может согласиться с выдвинутым обвинением но не признавая то что он в нем виновен здесь формулировка именно это достаточно хорошо как бы у нас действующий законодательство закрепено мы кстати это в исследовании отмечаем но вот здесь видите мы преследовали первостепенную цель это конечно с учетом материального и социального статуса субъекта правонарушения то есть если он изначально до того когда скажет я согласен соглашаюсь я готов оплатить через наказание срок который у нас будет но вместе с тем мне необходимо определенное скажем так рассмочка какая-то привилег если кто бы смог это посильнее оплатить и мы подумали что в этой части как бы будет достаточно логично написать такое фантаз но судья при принятии решения материалов делал естественно он никак скажем так не зацикливается на этом документе он проверяет возможную или сплатежеспособность субъекта именно в представленных моментах но также может и не согласиться то есть это просто право субъект спасибо большое спасибо есть еще вопросы достаточно тогда приступаем к следующему этапу слово предоставляется научному этапу литер представитель профессора я да когда я вас я вас это уже там внимание судья не не есть приговор Возьмите сделку признания вины, глава 64, согласительного производства, там есть механизм. Я объясняю, может, 5-3-3, а срочка, это очень интересная эстонская европейская практика. Теперь со мной, как вот, консультант, эти три года для нас, для меня, это незаметно, быстро, но не великолепно. Здесь работа представляет собой удачный симбиоз к теории и практике. Подход вот такой, с двух сторон, для реальной практики. Нам тоже нужно, что она и маркулозом, и маркулозом, и маркулозом, и профессором, и Бруссиницыно, и права большим работам и дефекционным формам. Очень сложная тема. И в моей ситуации, в России, в Вашингтоне. Второй момент. Работа уникальна в том, что она проводилась исследование, практически с синхронно с принятием закона. Но, принимая в январе, она уже сентября в сутоке. А в ноябре появляется аромативное постановление. Почему? Потому что у меня проблемы. Я на течение 3-х лет совершил симптомы. По практике я работаю, и до сих пор я работаю. И еще было аромативное постановление 2-го года. Тоже по практике я работаю. То есть механизм работы. Почему? Теперь, говоря о уникальность работы. Хотел обратить внимание еще раз. Она проявила, скажем так, большую смелость. В период планеты религии она располагала лиц. Рисковала, здоровая, жизнь, карьера. Она была в судах, лопатила, бела. В соответствующие 10 процентов. Сегодня актуальная система. Вот я приведу пример буквально. В конституционном суде находятся 4 вращения. Кинематопроизводство. Это просто расширение оснований доступа к касаться. А именно по делам большой перенитяжести. Если не узнаете, не узнаете. Сейчас утром мне звонили с реформом суда, как членом креста. В конституционном суде. Большая проблема. И в том числе и приказную. Далее в этом аспекте я хочу обратить внимание. что сегодня в целом работа, я считаю, состоялась. Ею выявлены слабые и сильные стороны. И самое главное, вывод какой. Знаете, когда готовится законопроект, вы должны готовить людей, которые отъедут в работу, отъедут изучение. Главная цель турпоиска. Большие наши руководители. Ездить, непосредственно исполнители. У нас проблемы были. Мы увидели все эти проблемы. Смотрим, где романит поработать. Это надо было сделать, как японцы. Бан Маршала после 42 года. Просто взять этот закон. Перенести к нам. Не меняя даже работу. Наши какие-то коллективы не понимают. И вот эти спои пошли. Мне ставила очень большая задача найти эти обилы, неплочности, противоречия. Вот она. В рамках экзартации, в очереди, серьезная вещь. Почему? Потому что даже МВД сказал вопрос. Девайте. У нас пользуются показатели. Суды, штрафы не оплачиваются. Давайте вы произносите. Не нужно. Пришлось. В цехе выполненного суда. Министерство и спецы. МВД. Они согласились, что она совершенствует. Раз. Еще. Хотел бы обратить внимание. Я не буду. Увидеть. Они имеют реагинальность, системность результатов. И в целом она пришла с патарной удачей. Для всех два целей. Я просто скажу о своих детях. Я сама. Она очень молодая. Успешная. Девушка. Молодая. Тем не менее. Она сейчас. Зависит. 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 говоря, как первого нашли, на самом деле, без сноса, как работу мы читали, знаем, потому что я в свое время, мы говорили об цеграм-производстве, они впервые тренинг легли противоречиваться в Кальницкий, в Кальницкий, в Кальницкий, в первом издании. Нет, нет. Ссылок, кстати, не было на вас. Нет, нет. Вкули не ссуруются. Времени стоять, понимая, работа. И вот вопрос, она у нас имеет время более раннее появление. А что касается, мы ссылаем сейчас на 2-5 раз, но наша задача там не какая-то, Он может набрать те путаницы, те протоколы, и искать приятелы, здесь есть механизмы. И многие говорят, давайте рычаговы, давайте мы сделаем так. Обычное производство стандартное, второе назовем такую вот впрощенную. Так что он в один мешок. Но там механизмы разные, понимаете, механизмы. И он участвует в протоколе, где-то не участвует. Даже МВД пыталась на поводу этой идеи идти, но кончилось с тем, что не протоколка виднеет, протокольное производство виднеет, ускоренное следствие до знаний. А все остается, остальные формы, пять минут. И они по себе, ее вклад в чем заключается? Все это наплоталось, специальным исследованиям показать какие-то тонкие места, каждый день эта диссертация заслуживает внимания и практики. Даже в мировом сечении, там, в Валуреке, в Индии, в Ракеу, есть. Пробильный опоз. Взять свои отечества. По дизенциации мы очень, скажем так, отстаем от Европы. В Валуреке еще одна форма есть. Вот это генеральный примерный перевод. Вся ситуация. Суббота, вечер. Где-нибудь в баре. Молодой человек перебрал норму. Кошку, алонацию, полиганство. Видео, записи, все прямые скидки. У нас сегодня дознание вместе. А европейская модель. Тоже приезжает полиция, осмотр, видео, фиксация, свидетели. Его задерживают. Утром доставляют в суд. И у нас нет совсем предварительного следствия. Пройдет судебность. И все свидетели доставляют. И все, проблемы должны дальше. Очевидно. Я на завершение скажу. Ценность этой работы в том, что она будет понять очевидность. Пока. Критерии самые простые. Не стоит стрелять в спорте по воробьям. Спасибо. Спасибо, Арсен Михайлович. Тогда слово. Зарубежному научному консультанту онлайн, да? Да. Профессору Брусницину Леониду Владимировичу. Подключай. Видео. Слышите нас? Да, видео. Сейчас видео. Он не онлайн. А, видео просто. Он просто живет в Москве сейчас. Летом уехал на каникулы. Спасибо. Московский. Спасибо. Удачи. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую членов диссертационного совета Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева. Разрешите представиться. Доктор юридических наук Брусницин Леонид Владимирович. Будучи профессором кафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора МГУ имени Ломоносова. Я осуществлял научное руководство подготовкой и диссертации докторантом Нурламбаевой Лизат Ирлановной, исследовавшей проблемы Института приказного производства в уголовном процессе. Докторант дважды посещал МГУ в рамках зарубежной стажировки и проявила положительные качества исследователя. МГУ выступала с докладами на международных научных конференциях в Москве. Характеризуя ее работу, хотелось бы подчеркнуть, что актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью упрощения процедур по уголовным проступкам, преступлениям небольшой тяжести с целью процессуальной экономии, обеспечения пропорциональности используемых ресурсов и достигаемых целей при сохранении разумного баланса публичных и частных интересов. С 2018 года в Казахстане введен институт приказного производства, но несмотря на обширную и успешную соответствующую зарубежную практику, подобных результатов в Казахстане не наблюдается. Поэтому в рамках диссертационного исследования докторант вставил перед собой в качестве одной из задач выработку рекомендаций для совершенствования действующего законодательства и улучшения правоприменительной практики. Представленная диссертация является первым в Казахстане научным исследованием подобного формата. Работа представляет научную и практическую ценность, а положения, выдвигаемые на защиту, обладают научной новизной и востребована казахстанской судебно-следственной практикой, что подтверждается актами внедрения результатов исследований в учебный процесс юридического факультета Евразийского национального университета и при проведении научных исследований в Институте законодательства и правовой информации Республики Казахстан. Структура исследования предопределена его целями и задачами, характеризуется внутренним единством материала и логикой изложения, вынесенные на защиту положения и рекомендации автора раскрыты и аргументированы в должной мере. В процессе исследования изучены как отечественные, так и зарубежные монографические и нормативные источники, а также практика приказного производства. Личный вклад докторанта в исследуемую проблему оценивается в первую очередь на основании самой диссертации, а также опубликованных ею девяти научных работ, содержание которых соответствует теме диссертации и раскрывает основные ее результаты. Полученные автором выводы, рекомендации и предложения не вызывают сомнений с точки зрения ясности и четкости научной позиции автора диссертации. При выполнении диссертации автор проявил себя ответственным исследователем, показала способность самостоятельного определения целей и задач диссертационной работы владения методологией исследования. В результате этих качеств докторанта исследование проведено в полном объеме. Анализ самой диссертации и процесс ее написания позволяет прийти к выводу, что Нурлумбаева и Лизанда Ирлановна достойна степени доктора философии. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Когда переходим к следующему этапу, это обсуждение, официальная часть. Первый рецензент Анталий Мичтоевич, Продолжение следует отметить, что дистрибационный совет провел неофициальным институтом, поскольку мы занимаем противоположную позицию соискателей, мы понимаем Лизафи Ирлановны относительно института приказного производства уголовного процесса. Мы поддерживаем классика уголовного процесса Строговича Михаила Савловича относительно единства процессуальной формы, ее дифференциации исключительно в сторону поседения процессуальных гарантий. Кстати, здесь отмечалось про статьи материалов уголовного отдела Строговича, тоже в этом плане писал, что если дело просто, то в чем сложность его доказывать? Оно само по себе уже становится элементарным. Ну а поскольку, как любой объект познания, в рамках уголовного судопроизводства обладает определенным предметом, и предметом нашей оценки сейчас выступает дистриционная работа, поскольку сама тема является достаточно обширной, и можно дискуссировать относительно данного объекта безграничным. Мы все-таки отградимся в дистриционной работе, которая действительно выходит за рамки стандартов, но раз она выходит за рамки стандартов существующих, значит, она действительно как-то рада научно опознать. Если бы она не выходила за рамки существующих стандартов, тогда это было бы просто-напросто образовательность, деятельность, познание того, что нужно видеть. Итак, тема диссертации совискателей, она соответствует направлением развития национальной науки уголовного процесса и государственной программы, в частности, консенсии правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Основные результаты исследования представляют собой научно обоснованную попытку право формирования и судоприказного производства в Казахстанском уголовном процессе, что достаточно удачно обобщено в положениях, выносимых на защиту и эксплицированных в форме решения, поставленных автором задач. В существенных планах правов уголовного процесса выражается еще и в том, что нормативные правовые и теоретические положения обогащены за счет критической оценки правовой действительности санкции основаны для формирования конструктивных решений, имеющихся проблем в правом принявлении. Значит, анализ содержания диссертации и полученные в ходе исследования результатов свидетельствуют о личном складе автора в науку, выявлении технологических проблем и функционировании ускоренно упрощенных процедур, а также развития юридической техники в сфере регламентации продукционной формы приказного производства. Актуальность темы исследования сомнений не вызывает, она достаточно удачно обоснована в обведении диссертации. Авторам актуализируется проблема функционирования института приказного производства в Казахстанском уголовном процессе, несовершенство процессуальной формы дифференцированных порядков судопроизводства, релевантность темы исследования, обоснованной за счет имеющихся недостатков и определительной практики и существующих изъядов нормативных правового обеспечения. Следует также отметить, что поднята автором проблема в полной мере коррелируется с правовой политикой государства и поставленной задачей президентом страны. Содержание диссертации раскрывает вопрос от продукционной природы института ускоренного производства, верификации приказного производства в контексте принципов уголовного процесса, компаративного правоведения, критериального анализа, технологических функционаревого аспекта, а также перспективного направления по развитию профсоюзной формы института приказного производства в казахстанском уголовном процессе. Таким образом, содержание диссертации последовательно решает задачи, позволяющие достичь цели исследования, а точнее отражает заявленную тему «Институт приказного производства в уголовном процессе». Цель диссертации коррелирует с темой исследования, посвященной судоприказного производства в уголовном процессе, которая достигает за счет решения поставленных задач. Исходя из цели диссертации, достижения которой обеспечены решением поставленных задач, работа отличается логичностью и последовательностью изложения. Умозаключение получено автором на основе детективного метода научного познания путем перехода от общего знания к частному, является логически выдержанным и обоснованным. Вследствие чего, примененное автором детективной логикой методологической процедуры, позволило последовательно, через ведущие звенья, опираясь на теоретика правовой основы, перед решением предкладных задач, что в своей совокупности привело к разрешению проблемы через совершенствование юридической техники. Новое решение автора является следствием критической оценки и действия достижения теории уголовного процесса и анализа эфирических данных в уголовно-процессуальной действительности. Научные положения и результаты являются частично новыми, потому как основаны на интепративной парадигме норм и принципах национального и зарубежного уголовно-процессуального законодательства. Достижения науки уголовного процесса ослезают и носят дополняющий, уточняющий и конкретизирующий характер. Выводы диссертации также являются частично новыми, потому как основаны на интепративной парадигме норм и принципах национального и зарубежного процессуального законодательства, достижения науки уголовного процесса и также носят дополняющий, уточняющий и конкретизирующий характер. Технические и технологические решения являются достаточно частичными умными, потому как направлены на совершенствование функционирующей нормативной конструкции и технологии путем развития и дополнение периферии без изменения гуэдра. Выводы, основанные на оценке совокупности доказательств, имеющих аксиматический, практический и теоретический характер. В основе исследования находится солидный репрезентативный материал эмпирических исследований социологических методов научного познания. Теперь касательно положений, выносимых на защиту. Первое положение является доказанным. Умозаключение докторанта основано на семантическом анализе понятивного аппарата «Проблемы единства и дифференциации процессуальной формы», позволяющем определить основные признаки и формы производства. Вместе с тем, вызывает сомнение использование понятия цеператного производства по отношению к национальным формам ускоренно упрощённых процедур, потому как исторический национальный уголовный процесс собирает в ординарном смысле. В частности, в уголовном процессе Казахстана отсутствует стадия предания обвиняемого суду в порядке малого судебного разбирательства. Этим занимается прокурор самостоятельно. И критически оценивающие выводы стороны обвинения, а также суд присяжных, который вносит исключительный дифференцированный характер. В то же время национальный уголовный процесс пестрит упрощёнными дифференцированными формами до судебного производства, нарушающим принцип исключительности и принцип компенсации перехода с ординарного на оцелерантное производство. Соответственно, возникает абсурдная ситуация, не позволяющая суду перейти обратно с оцелерантного на ординарный порядок, в силу отсутствия достаточности доказательств для рассмотрения дела по существу. В этой связи полагаем, что в рамках национального уголовного процесса правильным будет говорить не о оцелерантных формах судопроизводства, направленных на активизацию и дебликратизацию уголовного процесса, а о регулированном порядке, отчуждающем основные профессиональные гарантии достижения объективной и реальной истины, и трансформирующем уголовный процесс из особого вида государственной деятельности, особого вида правосудия в административно-распозитительную процеду. Высказано, что не сомнение является дискуссионным, не являет на общую оценку. В целом, в исследовании оно не относится к разряду тривиальных, положение является новым, что и вызывает некоторую научную дискуссию. В повреждении широкого объединения данное положение, оно в принципе доказано и апразируемо в рамках научной статьи уголовного приказного производства проблемной дифференциации процессуальной формы. Второе положение – выносимое на защиту. Второе положение также обладает свойством достаточного основания, оно является доказанным посредством киневещихся теории уголовного процесса научных достижений, компаративного и критериального анализа, а также исследований положений норм уголовно-фессуального права. В то же время, вызывает дискуссию попытка докторанта формально параметризировать иррациональный компонент принципа свободной оценки доказательств, коррелятом которого выступают принципы всесторонне, полной и объективного исследования обстоятельств дела, а также присутствует невиновное, обозначенное термином «вне разумного сомнения». Дело в том, что содержательная составляющая иррационального компонента принципов уголовного процесса находится в постоянном движении и рационализируется в рамках каждого уникального случая на основе имеющихся материальных фактических данных, полагает. Поэтому она является и свободной, а не формальной. Поэтому с учетом когнитивного сценария системы уголовного процесса, а также фреймовой конструкции познавательных задач субъектов доказывания, определенные автором актуальные критерии могут служить основанием для задержания и подозрения, но не для обвинения и осуждения. В частности, диссертация автор приводит примеры непроверженности доказательств выподозреваемого используя для работы юристов, подложенных дипломом. Непровержимых доказательств докторант считает отсутствие номера диплома в журнальной регистрации и результаты судебной экспертизы. Однако с позиции законов, где и построенных на их основе когнитивного сценария системы уголовного процесса, абсолютно истины не бывает. Сына может быть только объективная в плане материального определяющая убеждение суда и отсутствие сомнения в принявности обвиняемого. Именно поэтому понятие процесса доказанностей из элементов собирания, исследования, проверки и оценки доказательств. Так что отсутствие регистрации в журнале номера диплома может являться следствием халатности, а результаты судебной экспертизы ошибочности в силу низкой квалификации эксперта или несовершенства искренней методики. Исследование начальной XIX века было так как концепция научного судья, когда любая судебная экспертиза считалась за обоснованной и уже не вызывающей сомнений никаким образом. То есть муа являлась наряду с признанием введения, являлась также способной садицией доказательств. Кроме того, с позиции процесса доказывания подвижит установление и материальная сторона преступления, определяющая степень общественной опасности. Оследование деяния лица, использовавших подложный диплом, могут и вовсе отсутствовать признаки преступления. Следует помнить, что объективное вменение по уголовному закону у нас не допускается. Высказанная нами позиция не влияет на общую положительную оценку по тому, как положение является достоверным и не является тривиальным, а также обладает признаками новизны. Диабазон для применения широкий. Данное положение находит отражение статегии дикторанта, критерии дифференциации, очевидность уголовных правонарушений. Всегда возникает вопрос относительно общественной опасности. Всегда следует помнить, что даже с позиции теории общей уголовного права, все-таки общественная опасность является категорией материальной, нежели формальной. Формальной является категорией противоправности. Третье положение. Также доказано на основе эмпимического анализа правовой действительности, а также использованием теоретического инструментария результатов исследования проблем срочности производства экспертиз. Следовательно, оно также не является тривиальным и обладает новизмой уровень применения широкий. Данное положение находит свое отражение в статье тратарантов «Fight Proceding in Criminal Cases». Четвертое положение. Доказывается посредством развертывания положений конденсальных норм наобрационального права, определяющих иррациональных всеобщих компонентов процессуальных гарантий, минимальные стандарты сокращенных форм уголовного судопроизводства, норм национального уголовно-процессуального закона, а также анализа эмпирических данных. В результате данное положение направлено на усиление процессуальных гарантий, конкретизирующих дифференциальные критерии реализации института приказного производства по уголовному делу с учетом общественной опасности деяния и субъекта уголовного правонарушения. Данное положение не может быть признано тривиальным, а выявлено в нем авторское предложение свидетельствует о нерезне. Выровень применения широкий. Данное положение находит отражение в соответствующих статьях докторанта вопроса концепции института приказного производства по уголовным делам, приказное производство уголовного процесса Германии и пределы правоограничения предприятия меры уголовного процессуального принуждения в порядке приказного производства. Пятое положение доказывается путем моделирования национальной нормативно-технической конструкции с позиции обеспечения реализации права свободного человека при образовании вектора каратерно-репрессивной политики в диспозитивно реальное русло исполнения обязательств осужденного в форме наказания перед обществом и государством. Данное положение нельзя признать фривиальным. Оно, безусловно, обладает признаками научной новизны уровень и длинней широкий. Данное положение находит свое отражение в статье докторанта «Уголовное приказное производство, компаративно-правовый анализ, сравнительно правовой анализ института приказного производства в уголовном процессе». Шестое положение обосновывается за счет методологии юридической аналитики, теоретических абстракций, а также эмпирических данных. Однако из содержания положений, выносимого на защиту, не совсем ясно. На каком основании судья может перейти с приказного производства на ординарный, при упрощенной форме досудебного производства, и каким образом такое положение будет соответствовать функцию суда в рамках реализации принципа состязательности и равноправия сторон. Озвученный нами вопрос также носит дискуссионный характер, не влияет на общую положительную оценку в целом. Положения не являются тривиальными и обладают этим мощной новизны. Уровень применения широкий. Данное положение находит свое отражение в статье докторантов «Приказное производство в уголовном процессе Германии» и «Прайдпроцединг» и «Тривенов Кейсис». Седьмое положение доказывается анализом норм уголовно-фракциального права, практикой применения и методом прогнозирования. Вместе с тем, данное положение вызывает дискуссию, особенно в части ее респектабельности, потому как правовая природа приказного производства в большей степени связана со степенью общественной опасности идеальной и не зависит формально от института неоднократности. Данная дискуссия также не влияет на общеположительную оценку положения, поскольку не является тривиальным и обладает признаками научной новизны. Уровень применения фигурки. Данное положение находится на движении в статье «Прайдпроцединг» «Избранная автором методология научного познания в полном мере соответствует целям и задачам исследования. В основу исследований положен дилектический метод познания процессов появления и движения и развития, что позволило автору перейти от неполных и непочных знаний к более полным и точным. Полученные результаты основаны на законах формальной и дилектической логики. Основные результаты исследования являются следствием интерпретативной парадигмы с применением таких современных методов, как компактивный формальный юридический анализ индукции и индукции, а также иные методы в общении и систематизации знания. В области познания общественных отношений использование метода эксперимента весьма затруднительных. Наиболее правильно будет сказать, что теоретические выводы модели выявлены в взаимосвязи с закономерностью доказаны и подтверждены эмпирической базой исследований. Диссертан своим исследований использовал репрезентативный эмпирический материал, научную литературу, отражающую основные консенсии по исследованию автоматизма в рамках предмета исследований, поставленных целей и задач. Следовательно, утверждения автора подтверждены и вытекают из основных паспулатов науки уголовного процесса. Использованные источники соответствуют принципу достаточности. Теоретическое значение диссертации заключается в формировании новых научных результатов, направленное на расширение диапазона знаний, углубленное понимание процессов появления, связанных с функционированием института приказного производства в уголовном процессе. Практическая значимость диссертации выражается в том, что результаты могут быть использованы в правоприменительной научно-педагогической и законотворческой деятельности. Практическая сторона результата диссертации состоит в научно обоснованном углубленном понимании процессов явлений, связанных с функционированием института приказного производства в уголовном процессе. Помимо технологических предложений, авторитет правильный технического характера, повышающий эффективность функционирования правового механизма на практике. В то же время предложения для практики являются частично новыми, потому как исходит из уже сложившегося опыта международной правовой культуры, традиционных положений теории уголовного процесса, а также вариативности юридической техники. Следует признать, что качество академического письма является средним, что выражается в превалированности, используя автором юридической терминологии, скромного использования философских категорий, но в то же время такой подход делает содержание цитации доступным для широкого худого читателя, прежде всего для реализующих правовые нормы повседневной и практической деятельности. Текст на самом деле читается достаточно легко, понятно, и здесь, в принципе, докторат корреспондирует с классиком уголовного процесса с рабочим. Текст на самом деле, который он также писал, понятно, доступно для всех. Вот. Общий вывод. Диссерционная работа на тему института приказного производства в уголовном процессе соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор Нурлубаева-Ализавета Ервановна заслуживает присутствия из помощи степени доктора PhD по специальности юридической студенции. У меня все, уважаемые коллеги. Спасибо. Хорошо, Рахмет. Когда ствола на замечание с у вас... Строгович, и вы пишете, как срогович. Мы не поддерживаем. Очень хотелось бы повторить про данные лиценты и за выводы, за замечание, за предложение, которые были осмотрены. Конечно, не срогович. Хотелось бы отметить по поводу о переходе с ординарного производства в время, допустим, осмотрения и принятия решения на изучение. Хочется отметить, что здесь руководствуемся принципами защиты прав человека, принципа властности в суде, то есть гарантии, которые могли бы обеспечить спектра, справедливые вынесения решения. В этой части наша научная точка зрения. Мы считаем, что это вполне разумно и объективно. Также хотелось бы отметить, что это не абсолютно, скажу так, новое предложение. Это предложение, которое было выявлено в результате анализа заудвежного успешного заудвежного европейского законодательства, в принципе, откуда у нас и рецепция произошла. по поводу введения целерантного производства, здесь, наверное, я сильно застрять внимание не буду, потому что это именно наша научная точка зрения вместе с научными консультантами. Мы считаем, что целерантное производство это вполне как бы хорошо подходящее экономимирование для сокращенных, сушкоренных, суммарных, сокращенных видов производств. Но также я отмечала, что сейчас законодатель в принципе на тот вектор либо опирается, то есть предупреждение производства не меняется и на производство. Поэтому если говорить именно в сушкоренной наиболиции, то нам нравится. Также хотелось бы отметить по поводу очень хорошо вы отметили диплом. Это был кейс именно анализа под судеб города Астаны выявили о том, что субъект осуществлял деятельность и работал в качестве юристов в организации, но при проверке было выявлено, что диплом, подтверждающий образование юриста, он не был фальтим. Недействительная проверка была в результате проведена экспертиза соответствующая. Ну и самое главное лицо согласилось с выделением обвинения и в принципе не последовало, так как это был в предыдущем год, апелляции соответствующие меры с учебным проживанием не были приняты, но в принципе согласился и в этой жести мы считаем, что в совокупности свои совокупности и доказательства, которые были представлены в материале дела, они достаточно на усмотрение судей и большинство. очень спасибо. Слово предоставляется второму рецензенту Карл Александр Горосевич, начальник научно-исследовательского центра Алматинской Академии МВД. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, коллеги, все присутствующие. позвольте огласить свой отзыв на диссертацию Нурлумбаева Лизат Ерлановны по теме Институт приказного производства в уголовном процессе, представленной на соискане степени доктора философии PHD по специальности 6D 03 01 00 юриспруденция. Отмечу, что тема диссертации соответствует направлениям развития науки и государственным программам, поскольку диссертация выполнена в соответствии с ранней действующей концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, а также с действующей концепцией правовой политики до 2030 года. Диссертация посвящена новому для теории и практики уголовного процесса Казахстана институту, это институт приказного производства, в работе подняты и исследованы такие актуальные проблемы, а также вопросы, связанные с дифференциацией уголовно-процессуальной формы, критерием очевидности уголовных правонарушений, имплементацией отдельных норм международных нормативных правовых актов, связанных с реализацией особых видов уголовного судопроизводства и многое другое. Положительным в исследовании является и то, что показана взаимосвязь выносимых на защиту положений с принципами и основными постулатами уголовного процесса. И в этой связи работа вносит существенный вклад в науку и ее важность раскрыта. Отмечая принцип самостоятельности, скажу, что основные выводы и результаты диссертационного исследования, полученные автором самостоятельно, являются научно обоснованными и самостоятельными, содержат новые научные результаты в области исследования. Отмечая принцип внутреннего единства, отмечу, что актуальность темы исследования обоснована. Следует отметить, что исследования по данной теме на монографическом уровне, как уже отмечалось, и в рамках диссертационной работы на соискание степени доктора философии в Казахстане проведено впервые. Структура предопределена целью и поставленными задачами, характеризуется внутренним единством и логичностью, последовательностью изложения, структурные элементы диссертации взаимосвязаны и взаимообусловлены. По итогам исследования докторант пришел к научно обоснованным оригинальным выводам, которые могут быть учтены в действующем национальном законодательстве и практике его применения. Содержание диссертации всецело отражает тему исследования, разделы диссертации последовательно и системно раскрывают научные идеи и взгляды области, позволяют рассмотреть институт приказного производства с различных институциональных, организационных и про… да, да, Света. 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 что у него неустойчиво 4 все роте дверь может загрузить он уже заканчивает позвонить ему потому что другие видим последовательностью системность может быть письменно видишь ну что-то давайте тогда здесь нету сейчас это я сейчас все главное перемещение я у меня смотришь там кабинете родома если пропадает . это самое бухгал миска с а больше увлечены рассказывать не берет не берет он вступил в дискуссию Принцип самостоятельности обучил, да? Да, да. Принцип самостоятельности считает высоким. Основные выводы и результаты диссертационного исследования полученные автором самостоятельно являются научно обоснованными и самостоятельными, содержат научные результаты и в области исследований. Принцип внутреннего единства обоснован. Актуальность темы исследования обоснованной не вызывает сомнений. Не следует отмечать, что исследования по данной теме на монографическом уровне в рамках диссертационной работы на СССР и учёной степени в СССР проведено на должном уровне. Содержание диссертации отражает тему диссертации. Цели и задачи соответствуют теме диссертации. Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны, полностью взаимосвязаны, подчёркивает рецензент. Предложенные автором новые решения, принципы, методы, аргументированные и оцененные по сравнению с известными решениями, критический анализ есть. Научные результаты и положения являются новыми. Выводы диссертации полностью новые. Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными. Считать, что частично новые и частично обоснованы. Далее, все основные выводы основаны на весомых, с научной точки зрения, доказательствах, либо достаточно хорошо обоснованы. Необходимо отметить на следующие вопросы, доказано ли по положению номер один. Один считает, что доказано. Все положения являются тривиальным? Нет. Является новым? Да. Уровень применения широкий. Доказано ли в статье? По всем положениям, по всем четырём, по всем семи положениям у него один и тот же ответ. Выбор методологии обоснован, или методология достаточно подробно описана. Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Теоретические выводы и модели, выявленные взаимосвязи, законодательности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. Важные утверждения подтверждены. Использованные источники литературы. Несмотря на то, что в Казахстане подобное исследование проводится впервые, докторант в процессе работы обращался к зарубежной литературе. И приведённый список источников свидетельствует о том, что автор изучал и ссылался на различные источники исключительно в рамках заданной темы, что является несомненно достойным форма работы. Теоретическая значимость работы заключается в её уникальности. На примере приказного производства в уголовном процессе раскрыты проблемы рациональной рецепции зарубежных норм. Представлены актуальные вопросы дифференциации процессуальной формы, разработанные критерии очевидности уголовных правонарушений. Практическая значимость исследования характеризуется наличием актов внедрения в учебный процесс, а также законотворческую деятельность. Предложения для практики являются полностью новыми. Эта диссертация обладает достаточно высоким уровнем академического письма. Выводы и предложения изложены с использованием юридической цели. Несмотря на общую положительную оценку председательной диссертации, обращаю внимание на некоторые замечания и выводы. Первое. Из диссертационных исследований авторам отмечено, что ввиду материальных затруднений субъекта уголовных правонарушений не могут своевременно или вовсе оплатить штраф. В этой связи наказание в виде решения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью вызывает сомнения. В этой связи можете пояснить, какова судебная практика применения данного вида наказания, насколько она эффективна или целесообразна по вашему мнению. И второй вопрос. Насколько институт приказного производства соответствует общепризнанным стандартам и принципам уголовного судопроизводства, закрепленным в Международном факте о гражданских и политических правах. Вывод. Диссертация на тему «Институт приказного производства в уголовном процессе в полной мере соответствует предъявлениям, а ее автор Мурлумбаева Лиза Приланна заслуживает рассуждения степени доктора Фиаса Пикбежи по специальности в институте. Официальный рецензент, начальник научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД имени Есбулатова, кандидат юридических наук в полковник полиции КАУ. Спасибо, Нарабайханна. Тогда слово ответное на замечание правосударственного искателя и за перманами. Я хочу поблагодарить прецедента за официальный отзыв с представленными. Также хотел бы ответить на два вопроса. Первый вопрос. Что касается своих проектов, которые могут обментировать или иметь какие-то материальные затруднения, с этой целью нам вложена именно осрочка, досрочка наказания в виде штрафа. Также для законопослушных граждан, естественно, которые в срок, допустим, 7 или 10-дневный срок, оплатят штраф 50-процентное уменьшение его соразмерное. И также еще хотелось бы добавить. У нас в санкции статьи при применении искусства приказного производства также формулировался право занять определенную должность и заниматься определенной деятельностью. Почему вызывает сомнение, к примеру, если субъект осуществляет трудовую деятельность и в санкции предусмотрен наказание в виде штрафа, а мы ему запрещаем заниматься этой деятельностью, то, естественно, о каком получении дохода, скажем так, и о плате потенциальном штрафа может идти речь, допустим, если, тем более у человека есть семья, другие его потребности, то есть он не может на основе в своем месте работы осуществлять трудовую деятельность. Что касается второго вопроса, и ступень касаемо общепризнанным стандартам и принципам, то мы здесь уже несколько раз говорили об этом. Хотелось бы отметить, что принцип доступа к правосудию, гласности судебного разбирательства, устности, осуществления справедливых процессов, непосредственности и очности, и права к выслушанному быть суде. Естественно, эти принципы частично могут быть еще мирны, но при этом возвратное акционарное производство, возможность афилиации, возможность, скажем так, вести протест, по поводу решения суда, это также является коротким. Спасибо большое. Поключил сон. Хорошо. Спасибо, садитесь. Тогда у нас официальная часть обсуждения завершена, назначенная официальная. Теперь переходим к обсуждению, свободной дискуссии. Каждый, кто хочет выступить по диссертации, и дать свою оценку, пожалуйста, мы, наверное, начнут с диссертацией, а потом могут. Пожалуйста, есть выступающие? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я внимательно ознакомился, изучил данную работу. Очень понравился тот анализ, который проведен как с международных позиций, так и с отечественных подходов практики, теории. И один из сложнейших вопросов, который длится уже много лет, это формы досудебного производства, их многочисленность. Еще принятие нового законного ПК мы в составе рабочей группы обсуждали эти моменты. И на сегодня, да, приходим к тому, что многочисленность этих форм, она все-таки влияет и на качество, и на защищенность, и на обоснованность тех решений, которые принимаются как на досудебном этапе, так и в судебных стадиях. Что также понравилось в данной работе, это вот те признаки, которые как-то отразил в своей работе, это очевидность, простота, ясность, те критерии оценки, разъяснение этих норм. И для себя, вот я в первую очередь, так как у нас сфера правоохранительной деятельности, и стоял сегодня неоднократно вопрос субъективности каждого участника процесса, на перспективу было бы очень, наверное, правильно, если бы диссертант в рамках результата своей работы сформировал рекомендации для практиков, в которых бы разъяснялись вот эти аспекты. Это позволило бы в какой-то степени определить единую практику применения, применение их следователями, прокурорами, судьями, когда мы говорим о том, что при введении разумных сроков УПК основная мысль была исключить 10-дневный, месячный, двухмесячный срок для того, чтобы мы исходили из обоснованности, достоверности и достаточных доказательств. Но, к сожалению, те показатели, которые у нас сегодня существуют, они не позволили нам это сделать, потому что возникает практика затягивания делов. Вот это воспринимают отдельные участники, да? А другие говорят, извините, нам нужно больше времени. В то же время, если у нас есть видеозапись, как, допустим, происходило на улице драка, да, или причинение там телесных повреждений, зачем нам проводить очные ставки, дополнительные проверку показаний на месте, там, и так далее, и так далее, и так далее. Наличие одной записи говорит о том, что все, достаточно, видно, кто кого где что сделал, давайте все принимать решение, и не нужно тянуть на какие-то другие сроки. Поэтому вот в целом считаю, что много есть элементов, которые полезны будут не только для гражданских юристов, да, я говорю сейчас и о сотрудниках правоохранительных органов, в котором бы вот эта данная работа позволила определить подходы к процессу доказывания, к оценке доказательств, и вообще в целом о принятии тех решений, которые связаны с наказанием. Потому что у нас сегодня большая проблема возникает в этой дифференциации, какое наказание определить человеку. И мы должны оценивать не только его финансовые возможности, потому что для кого-то штраф это будет проще всего, заплатил и дальше занимается своими делами. А для кого-то штраф это действительно какая-то серьезная мера наказания. А в целом хотелось бы поддержать выступающих и сказать, что Нарумбаева Лизата Ивановна достойна присуждения степени доктора Керечки. Спасибо, Лиза Ивановна Геннадьевича. Что еще? Марат Владимирович. Сегодня мы заслушаем Нарумбаева Лизата Горлановна по теме института приказного производства уголовного процесса. Мне понравилось в целом, как защищался наш претендент на эту... И чувствовалось видно по ее выступлению, по ее умению, так сказать, противопоставлять свои какие-то аргументы, свои факты, свое отношение к тем или иным, как говорится, положением. И своей диссертацией, положением других авторов, частности того же Строговича, скажем так. И в этом плане она чувствуется... Она тему отлично, хорошо узнает. И это было видно, так сказать. В ее выступлении, в ее, так сказать, выступлении вообще, а затем выступлении относительно, так сказать, тех аргументов или замечаний, которые были сделаны в ее адрес, она также проявила себя научным бойцом. Мне понравилось, как она свободно и спокойно, как говорится, говорила о цели, цели рампиум, так сказать, производства. Достаточно, как она сказала, это всем известно, но просто не всем известно. Ну, молодец. Она, как говорится, разобралась в этом солерантном производстве, так и подала и свою точку общего точки зрения, и свое отношение, свое понимание этого термина. Ну, и то, что, допустим, она дважды проходила стажировку в МГУ, на кафедре главного процесса у профессора Борсницына, так и, кстати, сам Борсницын об этом подтвердил, это говорит о многом, о том, что она действительно получила дополнительный заряд знаний, и причем очень таких необходимых, как говорится, для того, чтобы быть заряженным на эту тему и, соответственно, выступить с ней. Мне также понравилось, знаете, вот ваше, как говорится, умение работать с первоисточниками, в частности, вот с Николаем Геннадьевичем Стойко, вот он из Санкт-Петербургского университета, так, у него монография, как раз связанная с англоамериканским подходом и романо-германскими подходами именно относительно разных форм производства, в том числе приказного производства, так, и в этом плане это тоже делает честь нашему диссертанту. Так, мне, я диссертацию посмотрел, почитал, так, и вот мне понравилось, как она делает достаточно четкие выводы, на мой взгляд, так, это на странице 51 по разделу первому, затем она делает выводы по разделу второму на странице 95 и 97 диссертации, так, и не просто делает, так сказать, делает какие-то выводы, но она еще и вносит предложение, так, вот этим, кстати, не всегда наши диссертанты вносят предложение, они как-то больше в сторону описательности, как-то дрифуют, так, а в этом плане вот здесь выигрышная диссертация в том и заключается, что она предлагает совершенствовать законодательство, уголовно-процессуальное, уголовное законодательство, именно соотносительно той темы, которую она избрала в качестве сегодняшней защиты. Ну, я полагаю, что сегодня она выступала отлично, так, темой она владеет, так, в целом чувствуется она человек грамотный, компетентный, так, и вполне заслуживает, что если мы с вами проголосуем друг на биопользу, чтобы она получила звание, ученое звание доктора PHD. Спасибо, Маратон Григорьевич. Еще желающие. Александр Анатольевич, пожалуйста, скажите, что... Давыдов. Целые рецепции подготовить? Не, нет, я не готов. Я вот так не отцеплял. Программа, Игорь Михайлович, Пахарова, и Совета. Очень рад приветствовать вас в этом зале академика Зиманова. Самому интересно. В 98-м году, когда я в аспирантурии академии наук учился, Савел Зиманович почетный директор у нас был, да, и сейчас через какое-то время вернулся, там, через почти, сколько там лет, больше 25 лет в академическую среду, да, уже как-то на веер. Прямо. Это, во-первых. Но, по сути, я хотел сказать, вот я себе написал, это не лицей, я подписал по привычке. Сразу хочу сказать, я хочу выступить в поддержку Нурлунбаре Ледакт, Сану Кеши, руководителя. Почему? Вот я смотрю на эту работу, я целую работу не читал, но вот по выступлениям многие моменты я поддерживаю. Действительно, первый момент это работа, она не про уголовный процесс, если так разобраться. Это работа про права человека. Сейчас у нас, вы знаете, с 2019 года, да, когда президент заявил, что права человека должны быть соразмерны к уголовному преследованию, к судебному разбирателю и так далее, да. Мы должны на это смотреть. Почему целерантное производство? Не для того, чтобы у правоохранительных, специальных, судебных органов полномочий достаточно. Кто не сталкивался с ними, тот не знает жизнь. И попробуй столкнись с правоохранительной системой, они тебя задавят, и еще там больше рад, что живой остался. Да? Судебная система чуть выпрямляется, да? Поэтому вот это предложение как там, тяновенное, да? Семеранты. Стремительное производство. Это вообще разговор про права человека. Что, зачем затягивать действительно два-три месяца? Кто не находился в орбите уголовного судопроизводства, не знает, что такое три месяца. Ты там, если был 100 килограмм, через три месяца 70 килограмм станешь, как человек. потому что ты переживаешь не три месяца, а круглосуточно. Круглосуточно находиться под давлением уголовного судопроизводства, это, я вам скажу, не такая простая вещь. Поэтому, если есть возможность улучшить с позиции прав человека, конечно, к этому надо идти. И работа нормальная об этом и говорит, скорее всего, да? Понятно, что нарушение принципов классических выявлялось, непосредственность, классность, это все. Но тут досудебка, как я понял, да? Соответственно, здесь таких грубых нарушений, конечно, можно и с этой позиции сказать. Это первое. Во-вторых, мне понравилось то, что здесь новеллы, правые новеллы могут быть использованы при разработке соответствующих законопроектов. Вы знаете, да, что в момент зашел законопроект об оптимизации УК, УПК, УИГ, да, которые буквально две рабочие группы прошли со следующего сессии с сентября, да, я думаю, месяца пять там будет большие дискуссии и будет еще возможность реализовать вот эти идеи, да, целерантного. Почему? Потому что когда в этом законопроекте люди упрощают этот законопроект, я вот как участник рабочей группы сразу говорил, ребята, не упрощайте, это уголовная политика. Кто не знает уголовную политику, он упрощает законопроект, но мы-то рассматриваем три кодекса одновременно, и материальные, и процессуальные, и исполнительные правы, то есть весь круг замыкается, тебя привлекли и отпустили, да, и все, вот, поэтому вот эти идеи, если они нашли отражение в этом законопроекте, это во-вторых, это большое, я считаю, достижение. Третий момент, кто не знает законотворчества, я хотел бы вот здесь момент объяснить. В Казахстане на настоящий момент около трехсот самостоятельных заходов. если вы зайдете в базу Адалет, сто восемь тысяч нормативно-правых актов. Чтобы разобраться в нашем законодательстве, это надо быть недолгие годы посвятить себе этому, да, 300 самостоятельных законов, сто восемь тысяч нормативно-правых актов, а за Шау-Урша там полторы тысячи еще международных правых актов, да, я посмотрел на профессор, что снимает, и вспомнил, что еще полторы тысяч в Адалете есть там международный правых актов. Поэтому, конечно, я бы сказал словами моего учителя профессора Каиржанова, идеально-нереально, да, идеал — это только приближение к нему, невозможно все учесть. В этом и смелость науки, что она предлагает, обосновывает и так далее. Если человек околонаучный, он не сможет обосновать все эти предложения, а человек, видно, стремится в науку, или я здесь в этом смысле. И последний момент насчет, вот мне понравились сроки экспертизы, да, здесь есть нюанс, но я вам скажу такой кейс, простой. Я вот, например, у меня родной братичка живет в Сингапуре, мы не можем внедрить 5G, он говорит, у нас 7G. То есть, для чего, чтобы было понятно, некоторые моменты, вот мы с ковидом началось, вот это онлайн, появилось буквально 4 года максимум, про судебную экспертизу, я тоже так же могу сказать, если судебная экспертиза, сроки не подвигаются, это не означает, что в течение двух лет она не подвинется. Вы увидите, через два года судебная экспертиза, вот вы 5G, 5G пользуетесь, да, все, многие пользуются, просто люди скрывают, чтобы не показывать, что у него этот есть инструмент, сейчас все пользуются, чатом GPT, ты какой бы вопрос не задал, за 3 секунды ответ дает, я вам даю 100 за 200, через два года судебная экспертиза по простым делам будет точно так же, ты только забиваешь, почему я это говорю, потому что за рубежом уже медицинская экспертиза, например, мне вот родной брат говорит, чат GPT обработал миллиард снимков рака мозга, уже диагноз врач-медик, который делает диагностику, уже не нужен, он уже прогнозирует, куда может развиться рак или остановиться, все, этой работы нет уже, поэтому и судебная экспертиза, сейчас это дико, как это мы можем подвидеть судебную, а через два года у Витя судебная экспертиза будет уже 3 секунды, поэтому на отережение можно сказать диссертант идет, да? В этом свете я хотел бы сразу сказать, что я поддерживаю эту работу и прошу членов ученого совета поддержать. Спасибо, большое. есть еще желающие порталка у нас? пожалуйста. Я не могу не выступить, потому что эта работа была выполнена на нашей кафедре, кафедре уголовно-право-дисциплин Великой факультеты Евразийского национального университета имени Льва Николаевича и мы имели возможность в течение трех лет и более взаимодействовать с нашей докторанткой, которая проявила себя как ответственный человек-докторант, очень активность проявлялась во всем, не только в организационных вопросах, но и в вопросах научных, потому что очень активно она участвовала во всех научных семинарах, научных кружках, конференциях, которые проводились в нашей кафедре и за пределами кафедры. Естественно, все те положения, которые она сейчас озвучила и которые она предлагает, они были и обсуждены на нашей кафедре. Конечно, дискуссионных вопросов по этой теме очень много, что свидетельствует о выступлении первого рецензента, позиция которого диаметрально противоположная, но несмотря на эту дискуссионность и на вот эти позиции, в то же время отметили и те проблемы, те положительные позиции, которые имеют место в диссертационном исследовании. И этот фактор в общем-то и усиливает актуальность, практическую значимость и теоретическую обоснованность данного диссертационного исследования. И я хочу сказать, что и тоже в поддержку Лизаты Ирлановны о том, что она как личность, как исследователь она достойна присутствия доктора Пи-Ди-Ди, потому что и вот мышление, в общем-то, присущее именно к научным изысканиям, это и подтвердилось и вот в её выступлениях, и в тех статьях, которые она опубликовала по результатам своих исследований. Ну вот актуальность, она усилена тем, что те проблемы, которые имеют место на практике, оно теоретическое обоснованно, обоснованность её выражается вот в тех рекомендациях, которые она даёт, и я, честно сказать, тоже, в общем-то, не была сторонником, была сторонником именно классической. А вот в процессе взаимодействия с Ализатой Ирланной и вот ту оценку, которую она даёт, и то обоснование, те выводы, обоснованные вот именно на логике, на закономерных процессах в должной степени склонило меня вот именно к позиции, что о необходимости. И вот сейчас выступающие говорят о том защиты прах человека. Да, если вот с этой позиции рассматривать, конечно, вот быстрота не в том, что во время нового интервале, а именно скажем так, оперативность в собирании и научно обоснованном подходе к собиранию доказательств, оно даёт возможность в психологическом плане, в организационном плане, конечно, решать те проблемы, которые имеют место у нас на практике. А какие проблемы у нас в практической деятельности, оно не секрет, всем вам известно, с чем мы сталкиваемся. В первую очередь входит до судебного производства. это действительно даёт, скажем так, уверенность в том, что данное диссертационное исследование, оно на правильном пути, и всё рождается в споре истина, оно рождается в этих спорных моментах. Я думаю, что данное диссертационное исследование имеет именно результаты, которые необходимы для совершенствования именно практической деятельности. И вот на основании всех этих аспектов я полагаю, что Лиза Аперлан достойна присутствия в данной степени. И это и кафедра уголовно-правовых дисциплин тоже в общем-то мы выступаем за Спасибо. 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 достаточно выступления. Я тоже делаю небольшое обобщение, тоже присоединяюсь ко всем положительным таким отзывам, которые сказали члены диссертационного совета официальные диссертенты. и само Марат Полтангарович хорошо подчеркнул, я присоединяюсь, я об этом тоже отдельно хотел сказать, поэтому не буду акцентировать, потому что именно в вопросах умения выступать, владения материалом соискать именно показало, что прекрасно ориентируется в своей работе диссертации, умение публично выступать, отвечать на вопроса, это именно характеризует ее то, что именно она в теме, она знает эту работу, знает эти проблемы, и поэтому полностью поддерживаю все комплементарные части выступления. Вместе с тем, как и председатель, наверное, хотел бы на какие-то моменты застрелить в качестве предложений ну, например, в положении четвертой, когда начинаешь считать, то сразу складывается впечатление, что мы участники Международной Организации Совета Европы, необходимо... Ну, надо, наверное, несколько по-другому было формулировку сделать, что международная практика там имеет вот такой опыт, и мы считаем, что она правильная, и так далее. А то, согласно подпункту, как будто согласно закону у нас, мы должны обязательно там изменить. Ну, и вопрос вот в этом же положении, когда мы говорим, вы хотите сказать, что необходимо оставить требования обязательств объявки, да, например, но в то же время выражение для меня все равно не так понятно для приказного производства о допустимости отобрания подозреваемых. Как будто вы хотите что-то отобрать, ну, надо какую-то формулировку немного по-другому. Наоборот, можно понять, я-то понимаю, что вы хотите сказать, но может законодательство, если так пишут, оно в другом, например, вопрос склонений стоит, надо немного по-другому, наверное, на мой взгляд. Ну, или вот четвертое положение, сразу вы начинаете цельсоврально закрепить, законить, право, и так далее. Это все-таки не положение наносимой защиты, а сразу предложение. А предложение надо делать на основе каких-то теоретических выводов. То есть вы делаете какой-то вывод, а потом на основе цельсоврально закрепить. Когда сразу вот это читаешь, оно немного как бы не теоретическое положение, которое стоит. Следующий, о котором я не могу тоже не сказать, это вопрос касается в целом объема работы. можно было все-таки работу немного сделать больше, потому что если взять и убрать все ваши приложения и так далее, но в целом 80, не более 90 страниц, ну лучше, конечно, и я бы об этом даже не стал говорить, потому что вот если смотрите там страницы 93, полностью начинается перечисление законодательства статей регулируйте и так далее и общие основания отказа и вы полностью с законодательства переписываете нормы. Мы, в принципе, их знаем, снова все перечислять нет необходимости. На странице 69, 70 то же самое, страница 73, 76, 87, 88. то есть складывается впечатление, что необходимо было наполнить эту работу, то есть это нехватка информации, я думаю, вполне можно было, но в любом случае, конечно, это не умаляет достоинства вашей работы, это, наверное, больше для того, чтобы мы должны об этом говорить, что в будущем наши за вами будут другие защищаться, кафедра должна на это, я думаю, обращать внимание и внимательно смотреть на работу. Может быть, пару слов, конечно, необходимых законодательства показать, что есть вот такие и другие там основания, но не перечисляя, например, все, в таком плане. Но в любом случае даже вот такие небольшие замечания, они должны быть в любой работе, как мне в свое время мой официальный оппонент говорил, что у него было там 14 положений, из них оппонент согласился официально первый по докторской только с одним положением, а остальные полностью против, и тем не менее он стал потом доктором наук. Это не значит, любые замечания могут быть, и когда защищал, то у него, он был относительно тогда молодой доктор, что не было 40 лет, но у меня подскочило давление, потому что когда он минут 25 стоял на замечаниях, этого нету, этого нету, этого нету, я думал, все, а потом, да, да, а потом в результате, то есть мы, то, что мы говорим, это только для того, чтобы улучшить, совершенствовать работу, а так я вот из этой темы, которая вроде бы новая система, я думаю, она будет еще дальше развиваться, и Алмаз Канадович правильно сказал, век цифровизации, наверное, завтра и возможности будет и искусство интеллекта, да, подключаться к этой системе, чтобы быстро это сделать, в то же время, чтобы и нарушений прав не было, потому что одно дело, Александр Владимирович сказал, ну все, записи есть, что еще смотреть, а может быть, запись не так сделана, да, нам может надо всегда необходимый, чтобы у нас не превратилось, как сегодня, вот, тут у нас рассматривают дорожные нарушения, только вот я присутствовал, когда у меня пригласил однажды, там, двоюродный брат, буквально, я не знаю, три минуты, наверное, было, вообще не смотрят, есть какие-то все материалы, которые предоставили, они считают, что все, я думаю, они не изучали, даже не смотрели, то вот такое тоже не превратилось, да, потому что люди потом начинают обжаловаться, и вот систему надо, необходимо, как в гражданском процессе, у них тоже есть, когда приказное, и быстро, и когда искусственный интеллект в это внедряется, и мне понравилась, например, германская система, когда, то же самое, как вот исполнительная надпись Натальиуса, интеллект, это все-таки человек присутствует, а там полностью искусственный интеллект смотрит, если договоры есть, сделано, то он сразу выносит решение о том, чтобы там взыскать сумму и так далее, и приходит человеку решение, и решение это делает вообще не судья, он вообще не участвует, искусственный интеллект сам обрабатывает информацию и смотрит, подлинно устанавливает, что эти документы есть, но если человек в течение 10 дней напишет, что это, мы же не знаем нюансов, он напишет, и тогда считается в обычном порядке полностью начинается рассматриваться, а если человек промолчал, и он надлежащим образом был извещен и так далее, но не реагировал, а значит он согласен с этим решением, и тогда наступает силу, и уже не может даже, вот такая система и гражданская, наверное, в уголовном процессе, другое дело, установление наказания, такое наказание, здесь, наверное, проблема будет, именно с учетом, с учетом, наверное, здесь уже не будет, но может быть и с 15-20 годами. То есть я хочу сказать, что работа очень актуальная, интересная, и вот положено большое начало, и за вами, думаю, еще будет много искателей, исследователей, которые будут дальше развивать тему, а вы эту тему, наверное, вот будущими, если у нас систему соответствуют доктора по профилю, сделают, хотя в законе у нас есть, нету просто правил, именно просвещения подоконного акта. Поэтому полностью присоединяюсь и считаю, что у нас соискатель Дазят Ирлановна полностью соответствует ее работе, мы говорим о работе, в то же время кто защищает, защищается работа, но защищает ее человек, я считаю, Дазят Ирлановна полностью заслуживает присуждения и степень доктора философии по специалисту Дайкса. Спасибо, тогда у нас следующий голосование, поэтому члены дистанционного совета, рецензенты должны тут все современно можете зайти смотри на или у вас нет как тот раз они и и и и и и и проголосовал тоже у нас 42 два с маршрую процентами борьба живите вам да вижу 42 процента пока а сейчас просто три часа вторая защита зачитать чашку чая выпить раньше гости за рубежных, российских, чтобы они не снижались, и мы снижались 12, а так можно было грезть в авторе. Я не понял. А еще не понял. Марсултан. Марсултан. Пусть я чувствую. Пушу, что говорили. А вот, что за... Пусть я чувствую. Продолжение следует... 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 да 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 6 5 12 плюс 2 14 минус 1 13 да 13 все за так еще заключение заключение у нас еще одна защита надо члены диссертационного совета результаты голосования у нас должны быть 15 человек по списку но научный руководитель не голосует поэтому 13 человек проголосовало из них 13 все за присуждение сетяния доктора мы утверждали протокол когда было решено сейчас нет необходимости поэтому во-первых у нас есть заключение я думаю за основу возьмем да не полностью зачитывать и заключение диссертационного совета сейчас сначала проголосуем диссертация представленная соискальной степени доктора философии ирланды ирланды заслуживает посудение степени доктора философии по специальности республики все тогда заключение диссертационного совета на основе голосования принято и теперь классификационные признаки мы должны утвердить характер результатов диссертации 8 8 1 2 на 8 1 как решение научно имеющий важность социальных 8 8 1 2 хорошо дальше уровень новизны 2 1 2 1 против метра третий у нас идет и связь темы с плановыми исследованиями инициативная работа уровень внедрения большое спасибо всем участникам специальным специальным оппонентом вступающим и что-то хотите сказать завершение для меня это очень важный день так сложилось, что в период обучения докторантуре совпало с отличными обстоятельствами большое спасибо за главные правы а также институты законодательства правоформации это в рамках гранта выделено институту именно как организации и большое спасибо председатель секретаря диссертационного совета вам большое спасибо ученым ученым секретарю большое спасибо за поддержку и вообще в целом что вы с организацией своим таким вот трудом орган планируете новое поколение начинающих исследователей поэтому я надеюсь побольше желаю вам всех благодарных исследователей спасибо поздравляю вас и научного водителя спасибо спасибо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok